Проект тренажерной площадки реализован по инициативе директора Саратовской ГЭС Людмилы Викторовны Одинцовой в соответствии с благотворительной программой компании «Русгидро» «Чистая энергия». Партнером в обустройстве тренажерного зала под открытым небом стала администрация Балаковского муниципального района. В Балакове стало одной спортивной площадкой больше. В парке возле Саратовской ГЭС завершены работы по обустройству особенной зоны с тренажерами для детей и взрослых. Может быть кто-то помнит, что три года назад на общественных слушаниях мы обсуждали проект благоустройства нашего парка. Вы очень активно участвовали в этом обсуждении. Были разные предложения, были мнения. Мы постарались учесть все ваши пожелания. И сегодняшнее мероприятие – это некий отчет о том, что сделано в этом парке, какие наказы выполнены. Совместная работа, связь, согласованность бизнеса, власти, партии – она позволила в очень короткие сроки построить эту площадку. И мы уже видим, что эта площадка востребована. Сегодня половина шестого утра уже здесь люди занимаются. Мамочки с детьми приходят вечером, до позднего вечера занимаются. Значит, это было нужное дело. Приходите, отдыхайте, подышите свежим воздухом. Здесь воздух самый чистый. Поиграйте в шахматы, позанимайтесь фитнесом. Бесплатно, в любое время суток. Работы по обустройству спортивной площадки начались около месяца назад. Сначала здесь подготовили территорию. А две недели назад подрядная организация начала установку тренажеров. Два спортивных снаряда здесь предназначены для детей, восемь – для взрослых. Для того, чтобы занятия спортом были безопасными, постелили специальное покрытие. Теперь в этом парке есть несколько зон для активного отдыха. Огромная благодарность Людмиле Викторовне Одинцовой за её активную гражданскую позицию и за весомый вклад лично её и предприятия, которым она руководит, в создание парковых зон. Города Балакова, благоустройство нашего города. После небольшой торжественной церемонии все переместились на тренажёрную площадку, чтобы увидеть спортивные снаряды, так сказать, в действии. И даже директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова, которая ради такого случая пришла на церемонию открытия площадки в спортивной форме, выполнила несколько упражнений на тренажёрах. Советы по тому, как правильно заниматься на новых и современных снарядах, давал дворовый тренер. Площадка предназначена для кардионагрузок, для общефизических упражнений, для поддержания тонуса в ногах, в руках и, соответственно, во всём теле. Над детскими тренажёрами обустроили крышу, чтобы не пекло солнышко. А на площадке с тренажёрами для взрослых постелили специальное покрытие, которое позволяет заниматься и не скользить даже при небольшом дождике. Сами снаряды износа устойчивые, так что долго прослужат. Вообще интересно сделай, мне очень нравится здесь, потому что рядышком с домом, в любое время пришёл, позанимался, особенно летом, чтобы дома не сидеть, хоть вышел и интересно хоть где-то что-то попробовать, позаниматься. Даже любой человек в любом возрасте может попробовать и позаниматься. Оценили новую площадку с тренажёрами и дети. Понравилось, я всё тренажёры уже спробовала, хорошие тренажёры поставили. Рядом с тренажёрной площадкой уже установлены спортивные снаряды для воркаута. Занятия спортом на открытом воздухе становятся всё более популярны. И не исключено, что именно парк ГЭС теперь станет излюбленным местом для тренировок как профессиональных спортсменов, так и любителей. Спасибо большое и руководству города, и руководству предприятия Саратовской ГЭС за то, что вносит огромный вклад в развитие дворовых и уличных видов спорта. В день открытия тренажёрной площадки в парке ГЭС был настоящий спортивный праздник. И радует, что всё больше балаковцев приобщаются к здоровому образу жизни, подтверждая, что Балакова – спортивный город. Спасибо.